С ума тут сойду от этого звука. Я просто сейчас с ума сойду. Самостоятельный тюнинг, потому что от этого звука здесь, блин, можно на ходу выйти. Звонит мне как-то мой старый приятель и говорит, Лена, не хочешь ли покататься на Бентли? Ну, она такая у нас старенькая, такая, в общем, из проката. Ну, ты сама понимаешь, как ты любишь, короче. И я приседаю тихонечко и так, знаете, чинно говорю, ну, давай я подумаю. В принципе, у меня есть Мерседес, такой, в принципе, ничего, он меня всем устраивает. А внутри у меня, да, наконец-таки это случилось. И ко мне приехала вот эта машина. И когда она приехала, энтузиазм стал потихонечку уменьшаться. Ну, сначала я походила вокруг, он так чуть-чуть уменьшился. Потом я немножко на ней проехала, он еще съежился. А к моменту, когда я стала на ней ездить, энтузиазм, весело махая крылами, просто улетел. Это, к сожалению, совсем убитая машина. Ее оснашали все годы жизни в прокате. Ну, и, конечно же, от нее ничего не осталось. Помимо того, вам будет очень интересно, я вам буду рассказывать, а как, собственно, содержать эту машину очень дешево. Как что решается, если не обращаться ни в коем случае в специализированные сервисы Bentley. Так что в лесе рулит, появляется новый проект. Bentley за миллион и с содержанием за копеечку. Это Bentley Continental GT 2007 года. Сейчас пробег 125 тысяч километров. Мотор здесь V12, 560 лошадиных сил. Такой же, кстати, мотор ставился 6-литровый. На, помните, топовые Туареги. Потом был такой весьма гордый, но весьма неуспешный автомобиль Volkswagen Faiton. Ну, то есть, Bentley это на самом деле Volkswagen в дорогой упаковке. И, слушайте, ну, мне кажется, это будет очень крутой проект. Потому что, потому что, пойдемте, я вам сейчас что-то расскажу. И весь проект будет состоять из таких вещей. Вот видите, вот эту вот решеточку. Такая ничего себе решеточка, да? Симпатичная. А один из клиентов проката ее ушатал. И решеточка эта стоит, как вы думаете, сколько? Оригинальная решетка Bentley стоит 150 тысяч рублей. Вот эта вот решетка стоит полторы тысячи. И куплена она Valeroy Merlin. Рамку оригинальную оставили. Она вот немножечко пострадала в двух местах. Ну, ничего, в трех местах. Ничего, сойдет, сойдет. Главное, что не пришлось платить 150 тысяч. Блин, да тут такая же. Короче, ой, берешетки угарные. Следующий очень интересный факт. Вот вы смотрите на Bentley издалека. И кому-нибудь вообще в голову может прийти, что этот автомобиль совсем недавно полностью облили. За 35 тысяч рублей. То есть, обычно покраска автомобиля стоит, ну, даже для меня, с моими возможностями, хорошая покраска, ну, где-то полтинник. То есть, эту машину облили где-то в гаражах, для того, чтобы она имела хотя бы какой-то привлекательный вид. Я когда спросила, слушайте, ребят, ну, это же Bentley. Ну, как, ну, вот как, как? Так, да что, говорит, смысл? Ее два раза в прокат сдашь, ее снова угандошь. Опять за 35 покрасит. Субтитры сделал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вы знаете, у меня к таким машинам очень трогательные отношения. Я не могу вот к ним относиться, как, ну, вот, да, тебя отъюзали, тебя пора выкинуть. Я отношусь к ней как-то, как к больной собачке, что ли. Мне очень жалко такие автомобили. Ну, у этой машины такая судьба. Она работала в прокате. Пожалуй, наверное, все прокатные машины, к моменту, когда их списывают, они в таком состоянии. Еще, знаете, вот сейчас пришла в голову хорошая ассоциация. Лошадки, которые где-нибудь там в Питере на Дворцовой площади в аренду сдают, вот приблизительно, наверное, они в таком же состоянии находятся. Из моего личного ощущения, значит, первое, это просто машина. Бентли, Бентли, Бентли. Ну, просто. У нас все пухлогубые красавицы, они все только и мечтают об этом. Но они мечтают об этом, наверное, не потому, что им нравится Бентли, а потому, что им нравятся мужчины, которые владеют этими Бентли. Эти Бентли раздаривают. Я, правда, не знаю таких. Ну, ладно. Но, потому что вот по всему были машины, которые меня больше поражали. Возможно, причина в том, что этот автомобиль весьма уже не хорош собой. Но, в общем и целом, вы знаете, ну, да, хорошая динамика. Но она достаточно в валке автомобиль, потому что все-таки она очень тяжелая, несмотря на то, что, ну, как бы это такое купе с некой псевдоспортивной направленностью и с очень лошадистым мотором. Вот этот вот периодический пик, который вы слышите, это глюки Парктроника. Пытались решать, но вот регулярные вот эти вот проблемы с электрикой у старых Бентли есть у всех. Решили забить. Потому что... Потому что абсолютно убивает меня постоянный скрип руля. Я не знаю, передает наш микрофон или нет. Как ты думаешь, ли этот скрип руля настолько сильный? Наверное, слышно. Ну, короче, это реально просто обалдеть можно тут после дня в этом автомобиле. Я вспоминаю с тоской свой Мерседес и понимаю, что я, конечно же, девушка на старую Бентли падкая, чтобы снять прекрасный проект. Но все-таки, наверное, новые Мерседес лучше, чем глубоко старая Бентли. Сейчас я вам попробую дать звучок послушать. Ну ладно, к мелочам, к всяким скрипам и так далее. Их вот тут вот завались, потом вернемся. Из крупняка. Смотрите, у этой машины пробег всего 100... Ну, сейчас уже не 120 тысяч, а 130 тысяч километров. Коробка уже однажды ломалась. Это объяснимо на самом деле, потому что эту машину в хвост и в гриву и с таким лошадистым мотором, в случае, если постоянно ездить в режим газ-тормоз, коробка, конечно же, не выдерживает. Ребятам пришлось ее делать самостоятельно. Потому что... Ну, и делать ее нужно было намутить с наименьшими затратами. Сейчас Лена говорит, ну, что приятно в этой машине, что если ты на светофоре чуть-чуть затупил... Молчать! Это сломанный парктроник, извините. Если ты на светофоре чуть-чуть затупил, никто особо тебе не сигналит. Все так уважительно, спокойно ждут. Да, это правда. Есть такое дело. И никто не понимает, что у тебя Бентли, которая уже... Остаточная стоимость, наверное, около миллиона. Ее только Камикадзе копит. Так вот, здесь изначально стоит шестиступенчатый ZF. Такая коробка ставилась на Воське, например. У нее раньше, у первых ее вариантов, которые там в 2006 году выходили, в принципе, были такие небольшие эксплуатационные толчки. Сами по себе чувствовались. И у Бентли, конечно же, у тех, у первых, Continental GT, меняли собственником коробку по гарантии, потому что это же вам не Рено Логан какой-нибудь, чтобы коробка пихалась, и не Мерседес даже. У меня коробка пихается, почему-то никто не чешется мне ее бесплатно менять. Ну, в общем, действительно, меняли, это спору нету. Но эта коробка уже сломалась. Попытались ее починить. В неофициальном сервисе две сотни зарядили. Нашли вместо этого коробку новую. Она обошлась в 100 тысяч рублей. Она была не подходящая с другой машины, а она была именно от Бентли, которую господин некий ушатал в стол. После чего эту коробку оказалось, что, чтобы поставить, нужно демонтировать двигатель. Без снятия двигателя коробка не ставится. За это пришлось еще полтинник отдать. А сейчас я вам хочу рассказать о моих друзьях, которые являются партнерами той компании, которая мне любезно предоставила Бентли под проект. Итак, например, вы попали в ДТП. Вы не виноваты. Вы обращаетесь в страховую компанию. Вы пытаетесь с ними там каким-то образом разруливать. Получаете какую-то копеечную выплату. Затем вы обращаетесь за ремонтом. Все сложно, тяжело. Все через препятствия. А вместо этого вы можете обратиться в ОСАГО сами. Вы получаете бесплатный ремонт и подменный автомобиль на время ремонта. Вы спросите, да как же это возможно? Да потому что у ребят есть опыт взаимодействия со страховыми компаниями. У них есть свой хороший штат юристов и свои автосервисы. Поэтому такое чудо возможно для вас. Ну а по ссылке в описании вы увидите сайт этой замечательной компании. Ну возвращаясь к тому, что у нас под капотом. Многие владельцы Бентли понимают, что в сервисах их дико разводят. И по этой причине они стараются обслуживаться каким-то образом самостоятельно до последнего момента не сообщая сервисменам, как, блин, эта хрень открывается. Не сообщая сервисменам, что в сервис они едут на Бентли, а не на простом Volkswagen. Блин, я боюсь что-нибудь отломать. Например, снова отломать решетку из Леруа Мерлен. Владельцы Бентли не должны сами уметь открывать капот. Но не тут-то было. Мы же русские владельцы Бентли. Короче, чуть-чуть щелкаешь, чуть-чуть приподнимаешь, выскакивает буковка Б и за нее без страха и упрека тянешь наверх. И открываешь капот. Но здесь, конечно, спору нет, все красиво. Твин турбо. Как я уже говорила, 12-цилиндровый мотор с двумя турбинами. Но у этого конкретного автомобиля уже с одной. Да, она сломалась, но машина-то едет. Едет и не чихает, и не кашляет. Да, горит чек-энжен. И горит еще некая лампочка с названием EPC. Я зову ее Йопс, потому что она все время горит очень ярким огнем. И очень мне выносит мозг. Мне это не нравится. Русские владельцы Бентли, они, хотя, я думаю, за границей тоже таких экономов полно, они понимают, что если обратиться в Бентли и поменять свечки, можно остаться без штанов и без трусиков тоже. А если самостоятельно купить бошевские свечи по 30 долларов, можно, в принципе, поменять их, ну, приблизительно за столько же денег, как на любой небюджетной иномарке. Вообще, чек-энжен у этих машин горит очень часто. Если приехать в сервис, и многие владельцы просто вот таких глубоко поддержанных Бентли, многие владельцы просто забили на это и так и ездят. Если же не забивать, обращаться в сервис, то вам начнут за ваши просто бешеные деньги менять все подряд. Начиная от свечек, высоковольтных проводов, расходомер воздуха. То есть ребята здесь поначалу искренне пытались добиться того, чтобы чек не горел. Не получилось. В итоге они пришли к тому, что так как чек периодически то появляется, то гаснет, они пришли к тому, что, скорее всего, есть некие глюки в проводке, ее, скорее всего, пробивают, и поэтому периодически загорается чек. А может быть и нет. Еще есть одна проблема типичная для этих моторов. Из-под клапанной крышки давит масло. Но, как ни странно, у нашей машины, я думала, что есть вообще все проблемы, которые бывают у Бентли, а вот этой вот проблемы нет. И представляете, ребят, как символично этот автомобиль я снимаю на территории мусоросжигательного завода. В остальном же, ребят, вот в отношении этой машины можно так очень подъехать величественно куда-нибудь к девушке, там, встретить ее около работы. Но довозить ее до кафе конкретно на этом автомобиле не надо. Сказать, ну, я люблю гулять, давай прогуляемся. Потому что пускать внутрь этой машины просто никого нельзя. Ни в коем случае, ни при каких обстоятельствах. Потому что, потому что. Блин, я сейчас с ума сойду от этого скрипучего руля. Лин, дай, пожалуйста, там какую-нибудь бумажку из бардачка. Здесь? Да, да. Ёб! Трактор! Ну вот, приблизительно такие вещи тут регулярно происходят, куда ни плюнь. Мне кажется, этот скрип, он раздается вот отсюда из-под рулевой колонки. Сейчас я ее буду чинить, блин. Потому что я тут сейчас реально выйду на ходу из этого автомобиля. Да, я починила руль, ребята. Ну, слегка мы слышим шелест бумаги. Но я починила руль в Бентли. Заметьте, 2 рубля на бумажку. Я ее так подрежу, и никто не будет знать, что. Там у меня внутри бумажка. Но у меня не будет скрипеть руль. Так что все, зовем девушек и везем до кафе. Еще у нас проглючивает магнитола. Когда ее включаешь, по ней идут такие полосы. Ребята пытались эту магнитолу купить новую, но она стоит каких-то бешеных денег. Даже не стали узнавать точно каких, просто сказали ноу, и все сразу. После этого какие-то мастера за 15 тысяч рублей в принципе сделали так, что эта магнитола хотя бы работает. Но с рябью вначале, после включения машины, которая периодически появляется эта рябь, побороться не удалось. Если мне удастся побороться, я расскажу об этом в следующих выпусках. В остальном, что еще? Вообще-то, магнитола является позором, на мой взгляд, этой машины, потому что она с графикой от Volkswagen. Точно так же, как и руль. Можно за доплату какой-то трехспицевый заказать, но это же руль от Volkswagen. Я же видела такой руль. Да, чуть-чуть другие тут вот эти вот крутилочки, которые, как у модных девочек, там где-то на очках бывают, или на собачку на свое они привязывают вот такие вот штучки. Но кроме этого, это руль Volkswagen, просто с надписью Bentley. А, еще какой козел придумал вот здесь вот эти вот. Смотрите, огромные подрулевые лепестки. Постоянно вместо поворотника ты цапаешь этот подрулевой лепесток. Он просто мешает. Он просто мешает. Ну, ладно. Это, я не знаю, владельцы Bentley мучаются этой проблемой, либо быстро привыкаешь. Ну, наверное, привыкаешь. Ну, помимо этого, я уже говорила, вечный чек-энжин и вечный ёпс горит у нас. Пусть горит. Бог бы с ним. Едет и едет. Хотя, чего здесь удивляться, что что-то горит. У нее турбина одна не работает вообще. Позвонила парню, у которого эта машина изначально покупалась под частное лицо, а потом он парокат ее отдал. Я говорю, слушай, сколько у тебя был расход? Он говорит, ну, 40-45. 40-45. Это же капец какой-то вообще. Еще из того, что мне не понравилось, не в этой конкретной машине, а в принципе по Bentley, во-первых, шумоизоляция, она совершенно не для Bentley, она просто откровенно слабенькая. Это первое. И второе, ну, слушайте, обзорность вообще дерьмо. Просто полное дерьмо. Дальше, что касается электронных глюков, ну, конечно же, наша подруга ей абсолютно полна вот так вот. Обычно все глюки начинаются после того, как вы единожды аккумуляторную батарею сбросите, бросите до того, что она сядет. И после этого здравствуйте, все электронные глюки. Говорят, что иногда помогает перепрошить мозги и после этого стараться не допускать до высиживания, до нуля аккумулятора. Еще важный момент, почему может проглючивать вся электроника, ну, не вся, а частично, то-то-то-се. Потому что в ногах водителя есть, как и у многих автомобилей, иное количество электронных блоков управления. Так вот, если дренаж не чистить и забивать, и там разводить болотца, то, естественно, эти блоки заливают, и со временем вы будете иметь целый букет проблем. из таких очень прикольных нищей хотела вам рассказать про стекло боковое. Как-то приходит владелец, а стекла и нету, разбили. Что делать? 180 рублей, однако, вот это вот боковое стекло. Надо что-то решать. Заказали на стекольном заводе, обошлось 80 рублей, тысяч, конечно. И, ну, даже оно как-то бы и вроде и нормальное было. В нашем дворе люди привыкли к тому, что я на новых машинах и постоянно. И, когда я заехала на этой, в общем, никто не удивился. Но они-то приехали, привыкли к тому, что я приезжаю на красивых, таких приятно пахнущих, замечательных новых автомобилях. А тот, то один подходит, то другой подходит. Лен, а что у тебя тут с дисками? А что у тебя тут за вмятинка? Что у меня с дисками? Что? Они ободранные и старые. Что у меня с кузовом? Да, он весь во вмятинах. Да, он какой-то стал замыленный, несмотря на то, что вроде как недавно покрасили, я не могу понять. В принципе, думаю о том, что в одном из следующих выпусков я, может быть, выпрошу у кого-нибудь из детейлеров, а у детейлеры, чтобы мне бесплатно сделали вот это вот там блестящее покрытие, такое, которое у меня сделали на Мерседесе, чтобы она хоть, ну, чтобы хоть не очень было стыдно, хотя стыдно мне очень. Короче, у меня нет ни одного живого диска, друзья мои. Если некоторые из них хотя бы так вот, знаете, просто ободраны, то вот этот у меня, по-моему, еще и слегонца повело. Что касается тормозных дисков, не вот этих вот колесных дисков, а тормозных, их повело 100%, потому что когда я вытормаживаюсь после 80, у меня начинает вот так бить машину. Блин, это очень неприятное ощущение. А еще у меня сегодня вдруг неожиданно выскочили. Ну, тут целый ряд у меня выскакивает диалоговых подарков, типа там чек-то, ремоф-то, визит-дилер и так далее и тому подобное. Сегодня неприятное меню. Выскочило, что нужно срочно посетить сервис, потому что у меня какие-то проблемы с тормозной жидкостью. И это вопрос следующих выпусков. Конечно, я, пожалуй, по поводу тормозной жидкости не буду на это забивать и напрягусь. Все-таки напрягусь. Килл-эс-го у меня, конечно же, не работает. Хотя от природы он здесь существует, но, к сожалению, не в моем случае. Поэтому я подхожу к автомобилю и начинаю позорно тыкать на все кнопочки вот этого вот ключа. Но в силу того, что они запали, я делаю вид, что я там что-то копаюсь в сумочке. Я очень важная. Я, видимо, ищу свою верту. И в этот момент я истерически жму на кнопки, потому что срабатывают они где-то раза с десятого. Пришли подписчики и начали кокетничать. Сначала попросились помочь. Спасибо за это большое. Езжать собрался. Видите, вот эта гадина это светодиод, который загорается в момент, когда я нажимаю на тормоз. Так вот, если здесь перегорает одна вот эта вот гребанная лампочка, тогда нужно демонтировать стекло. И это вот таких размеров геморрой. Точнее, вот таких размеров цена. Вот видите, здесь есть красивая эмблемка. Нет, вы не смотрите на вмятинки и царапинки вокруг, не смотрите на зеленую красочку от забора. Просто смотрите на, сейчас, в данный момент, смотрите на Б. На Б, как это часто бывает, если нажать, что-то происходит. Опа! Ах, вот как он открывается, шепчет Лена. Вот так открывается наше Б. Но, как вы понимаете, в наших условиях, а, вот здесь еще была кнопочка, но нет ее сейчас, нет, ее не встала еще до меня, поэтому я ничего не знаю о ее судьбе. Закрываем. Как вы понимаете, эта кнопочка, в случае, если все покрыто ледяной корочкой, работать не будет. И совсем забыла рассказать вам очень интересную историю. Вот эта петля багажника достаточно дорогостоящая. В какой-то момент одна из петель накрылась медным тазом и крышечку у нас перекосило, что, как вы понимаете, для Бентли крайне некрасиво, даже для Бентли из проката. Цену официалов даже узнавать не стали, дабы сердечный приступ не поиметь. токарь из Тверской области соорудил нам петлю для Бентли за 10 тысяч рублей. Это совершенно реальная история, поверьте мне, не ложь. Кстати, относительно этой машины, забыла вам сказать о том, что прикол на самом деле в том, что она ни разу не битая, ни единого. Да, ее тут шаркали чуть-чуть по углам с той стороны и с этой, но у нее не было ни одной аварии. Вот если ее продавать, так в объявлении можно легко писать не битая, но немножко собрать и получится не битая, не плашная. Совсем кстати забыла, когда про колеса рассказывала, что датчики давления в шинах здесь очень недолговечные, в среднем раз в год их собственники меняют. Ну конечно же они у меня уже не работают, конечно же мне об этом сообщает постоянно на консоли соответствующая барышня, или не знаю, может мужик, мне кажется, барышня из меню. Дальше, здесь колесики у нас 19-е, 20-е колесики, 20-е. В случае если у вас колесики 20+, будьте готовы постоянно, регулярно, даже на неплохих московских дорогах менять диски, что если вы захотите родные покупать, 5 тысяч долларов, 5 тысяч долларов, 5 тысяч долларов за один. Кстати, то, что я говорила вам про петлю багажника, все то же самое касается и петли двери, петель дверей, потому что здесь все элементы, они очень тяжелые, поэтому со временем просто от старости петли проседают. А, и смешная история про подвеску. Основной геморрой в подвеске этого автомобиля это пневмобаллоны, которые регулярно выходят из строя. Впереди у нас пневма. Здесь, конечно же, никакой родной замены пневмобаллонов просто не может быть. Здесь за 18 тысяч рублей пневма восстанавливается. сейчас попытаюсь посмотреть, я уже забыла, сколько нам заявили за ремонт пневмы. Оригинальная 3000 евро баллон стоит, это просто, конечно же, никто это делать не будет. Соответственно, за 18 тысяч рублей мы пневму восстанавливаем и дальше ее на 2-3 месяца в режимах проката хватает. А потом мы ее снова восстанавливаем. Что касается колодок, колодки стоят 40 тысяч рублей. По этой причине никто колодки не покупает оригинальные. От 6,3 АМГ если колодочку тихонечко подпилить напильничком, она идеально сюда становится. Она стоит 1-8 тысяч рублей. Также, также, со временем пневма начинает потихонечку сдуваться, 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 сдуваться. И вот в нашем случае, когда пневма уже конченная, а морда у нас большая, бампер широкий и висит губа достаточно низко, когда благородный владелец благородного автомобиля подъезжает в кафе, например, перекусить минут на 40, на час и ставит свою мордочку, он необдуманно забыл о том, что не просто Бентли, а старая Бентли и мордочку надвесил над бордюром. За то время, подняв машину, за то время, пока он кушал, машинка немножко присела и отъезжая назад, он уже неблагородно оставил бампер прямо непосредственно на бордюре, а уехал без бампера. что касается качества материалов, вы знаете, вот априори, оно, конечно, прекрасное, прекрасное, слов нет, кожа, она очень толстая, ее убить тяжело, она, очевидно, долго живет, потому что даже в режимах проката убивается, ну, в первую очередь, салон, а здесь салон, ну, еще более-менее, как-то, ну, противный, конечно, и воняет, салон, сама кожа цела, нет, вот, знаете, как-то, в том же моем горячо любимом Lexus, там, к сожалению, настолько тонкая кожа, что она с 200 тысяч, там просто лохмоты одни остаются, от нее, остаются от нее, а тут прям хорошая, вопросов нет, но я не знаю, это вот эта конкретная машина, допускаю, что, скорее всего, конкретная, или это проблема, в принципе, Bentley, у меня тут просто какой-то сверчковый ад, у меня их не про, ни там, ни один, ни пара, здесь весь клан сверчков собрался, и жучков, и такие звуки издаются из-под подлокотника, вот, понимаете, он как-то такое пустое ведро, я уже не говорю про вот этот вот тюнинг, который я с бумажки изображаю, который у меня постоянно выпадает, не знаю, суперклеем залить, что ли, но отрезка, который здесь стоит, можно реально сойти с ума, а в остальном, ребята, моя задача сейчас вам рассказывать, как я с этой машиной буду проживать, и сейчас у нас есть целый ряд насущных проблем, также у меня слегка ходит туда-сюда седло, интересно, что на нем делали, я в принципе догадываюсь, что делали, но вот оно вот постоянно, видите, у меня спинка ходит назад, это неудобно, потому что в любой раз, когда я отклоняюсь, у меня слегка спина уходит назад, и надо посмотреть, это позорище с какими-то рябью по магнитоле, надо посмотреть, уже вот с ним разобраться, и делать я буду это стараться копейкой, о чем я вам, дорогие мои, и расскажем. Редактор субтитров А.Семкин